Добрый день, моя фамилия Рзаев, Абиль Рязаевич меня зовут, я адвокат, представляю интересы обвиняемого Давыдова Артура Борисовича, который до момента его задержания и возбуждения в отношении уголовного дела являлся старшим следователем следственного отдела по Заводскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области. Хотел рассказать суть возбужденного в отношении Давыдова уголовного дела. Весной 2021 года, где-то в начале марта, на территории ИК-7, которая расположена в селе Панецкое Красноармейского района Саратовской области, произошел трагический случай, там повесился осужденный, фамилию называть по этическим соображениям я не буду. Так вот, по данному факту была проведена проверка, на осуществление данной проверки выезжал как раз Давыдов Артур Борисович, и в ходе проверки были опрошены осужденные, также были опрошены сотрудники ИК-7. В результате был выделен материал для проведения проверки соответствия действий сотрудников требований действующего законодательства и проверки наличия либо отсутствия в их действиях состава преступления халатности. Один из руководителей ИК-7, который исполнял на тот момент обязанности руководителя, будучи лично знаком с Давыдовым и находясь с ним в приятельских отношениях, позвонил ему на личный телефон и в ходе беседы попросил Давыдова посодействовать тому моменту, чтобы в рамках данной проверки как можно более уменьшить ответственность сотрудников и по возможности сделать все возможное для того, чтобы не было возбуждено уголовное дело по факту халатности в отношении сотрудников ИК-7. Давыдов сказал, что решение данного вопроса зависит больше не от него, а в данной конкретной ситуации решение данного вопроса зависело больше от результатов, которые даст эксперт и соответственно от того решения, которое примет прокурор района, который будет проверять материал проверки. Обратившись соответственно к прокурору и к эксперту, Давыдов выяснил, что для того, чтобы по данному материалу было принято решение об отказе возбуждения уголовного дела, эксперт готов написать соответствующую экспертизу, а прокурор готов, скажем так, закрыть глаза на какие-то моменты и за все про все данные лица запросили у Давыдова один миллион рублей. Он, соответственно, озвучил данную сумму своему приятелю из числа руководства ИК-7. Данный сотрудник, руководитель ИК-7, вызвал своих подчиненных, которые на момент выявления смертеным осуществляли службу, сказал им о том, что для решения их вопроса необходимо собрать сумму миллиона рублей, а также посоветовал осуществлять скрытую аудиозапись, их разговора непосредственно с Давыдовым, что, в принципе, данными сотрудниками было сделано. В последующем, 16 апреля 2021 года, Давыдов был задержан в городе Красноармейске при передаче первой части вознаграждения в размере 500 тысяч, которые он должен был передать непосредственно эксперту и прокурору. Сразу после задержания Давыдов написал соответствующее заявление о том, что он готов содействовать с органами правоохранительными и в рамках оперативно-розыскных мероприятий готов дальше передать данные денежные средства, которые предназначались в виде взятки как прокурору района, господину Ваганову, так и эксперту. В принципе, 16 числа это все было в утреннее время. В вечернее время оперативные сотрудники УФСБ России Пасаратской области предложили Давыдову проехать в рамках оперативно-розыскных мероприятий, созвониться с Вагановым и назначить ему встречу, проехать и для, соответственно, встречи и передачи денежных средств, которые причитались ему в качестве взятки. Что Давыдову, в принципе, было сделано, он созвонился с Вагановым по телефону, они договорились о встрече и встретились в городе Саратове под контролем оперативных сотрудников УФСБ России Пасаратской области и было проведено оперативно-розыскное мероприятие. В ходе данного оперативно-розыскного мероприятия Давыдов встретился с прокурором Красноармейского района Вагановым, где рассказал, что да, действительно, ребята передали ему вознаграждение, о котором шла речь ранее в их предыдущих встречах, и он готов эту благодарность передать. Однако, что-то пошло не так, и прокурор Ваганов предложил перенести их встречу и передачу денежных средств с пятницы 16 апреля на понедельник 19 апреля. Оперативно-розыскное мероприятие было, в принципе, окончено, все результаты данного оперативно-розыскного мероприятия были соответствующим образом зафиксированы, запротоколированы, и Давыдов был отпущен домой, ему даже не была избрана мера пресечения. 18 апреля текущего года, в утреннее время, сотрудники ФСБ России приехали к Давыдову домой и предложили ему в рамках оперативно-розыскного мероприятия аналогичным образом созвониться с экспертом и попробовать встретиться с ним и передать часть денежных средств, которые предназначались конкретно эксперту за, скажем так, принятие и составление нужного экспертного заключения. Ему было предложено, Давыду было предложено проехать в здание управления ФСБ России по Саратовской области, что, в принципе, он и сделал. Несмотря на то, что изначально, скажем так, шла речь о том, что будет проводиться оперативно-розыскное мероприятие, в течение всего дня сотрудники ФСБ пытались согласовать и получить разрешение на проведение данного ОРМ, однако, как мне пояснил мой подзащитный, данного разрешения кто-то препятствовал выдаче и согласия на проведение данного оперативно-розыскного мероприятия. В последующем, 18 апреля, ближе к вечеру, 18 апреля 2021 года, ближе к вечеру, Давыдов был доставлен в здание СОСК России по Саратовской области на улицу Григорьева, откуда он, в принципе, мне позвонил и попросил, чтобы я приехал для того, чтобы осуществлять защиту его интересов. Приехав в здание управления Следственного комитета на улицу Григорьева, я увидел следующую картину, что на момент моего приезда никаких уголовных дел еще не было возбуждено. Время было примерно где-то 6 вечера. Там находились сотрудники УФСБ. В частной беседе с одним из сотрудников мне стало известно о том, что реализовать оперативно-розыскное мероприятие не дали какие-то высокие люди, что никакого оперативно-розыскного мероприятия в отношении эксперта проводиться не будет, что, скорее всего, в отношении Давыдова будет возбуждено уголовное дело по статье 290, несмотря на то, что сотрудники УФСБ прекрасно понимают, что в действиях прокурора имеется состав преступления, как бы вымогательство взятки. Ну и как бы развели руками, сказали, что это больше не их прерогатива, а больше это решение каких-то высоких чинов, высоких лиц. Ну и, соответственно, ближе к 10-11 часам вечера уголовное дело было возбуждено, Давыдов был допрошен. Более того, находясь в здании Следственного комитета, был доставлен прокурор Ваганов с сотрудниками как раз УФСБ. Я обратил внимание на то, что, в принципе, и мой подзащитный обратили внимание на то, что он был одет в спортивную одежду, с собой у него была сумка, насколько я понял, это сумка с вещами, это та сумка, которую обычно берут лица, которые понимают, что, возможно, не вернутся домой, возможно, и будут помещены либо в ВВС, либо в следственные изоляторы. В рамках расследования уголовного дела по инициативе следствия, в данной аудио-видеозаписи, которая была проведена в рамках КУРМ, эта встреча с прокурором Вагановым, была назначена, следовательно, была назначена психолого-лингвистическая экспертиза, результаты которой подтвердили тот факт, что как Давыдов, так и прокурор Ваганов в ходе встречи и беседы, вкратце скажу, что там беседа была не открытым текстом, а определенными, скажем так, речевыми оборотами, определенными местоимениями и так далее, вот в ходе этой встречи каждый участник данного разговора, каждый участник данного диалога по выводам, по мнению эксперта, был в курсе данной темы и понимал, о чем идет речь. То есть, данное обстоятельство также подтверждает тот факт, что и слова, и показания Давыдова, что денежные средства, которые он получил от сотрудников ИК-7, принадлежали, предназначались не лично ему, а он выступал в данном конкретном случае всего лишь посредником. Несмотря на это, следствие данный факт не хочет никак проверять, они его полностью игнорируют. У нас до настоящего момента прокурор Ваганов является всего лишь свидетелем. Также хотел обратить ваше внимание на следующие обстоятельства. Согласно Уголовному кодексу, само понятие взятки подразумевает требование должностным лицом денежных средств за принятие заведомо незаконного решения, либо за бездействие. В данном конкретном случае решение, которое было принято Давыдовым об отказе в возбуждении уголовного дела, оно было законно, что в принципе подтвердил другой следователь, который по данному факту проводил повторную проверку, а также подтвердила прокуратура Красноармейского района Саратовской области. Данное обращение я адресую генеральному прокурору Российской Федерации господину Краснову, а также руководителю Следственного комитета Российской Федерации господину Баслыкину. Прошу их обратить внимание на те доводы и факты, которые я изложил, и по возможности взять расследование данного уголовного дела на личный контроль, дабы со стороны руководства, а также сотрудников прокуратуры Саратовской области, а также Следственный комитет Саратовской области, чтобы расследование по данному конкретному делу было проведено объективно, всесторонне, чтобы те обстоятельства, которые имеют отношение к данному делу, были полностью установлены, и соответственно по результатам расследования было принято законно обоснованное справедливое решение. Продолжение следует...